и вроде бы даже поймался прямой эфир и опять ты у меня приоритете ура ура поймался эфир не уходить и уходить если я буду отключаться значит значит просто плохая связь ну и так весь из полей я сейчас нахожусь мы сейчас находимся в ивановской области благодаря одному замечательному человеку у нас здесь есть связь привет 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 веночка ты где вообще находишься я с тобой не успеваю следить ты сейчас праге или как или в англии опять в общем есть из полей мы сегодня уже собираемся собираем лагерь в общем я буду немножечко показывать вам наш лагерь потому что тут мужчины ходят в неглиже и запрещают показывать их голые торсы хотя между прочим очень приятно смотреть но основной как другие работы я хочу посмотреть подождите это ли я это илья настоящий помощник между прочим он ты первый раз учеб такой экспедиции такой экспедиции да но как ощущение впечатления но то что мы делали очень то что мы сделали хватывает дух всем советую всех ждем очень занимаешь никому ну потому что у меня руки не такие длинные как у тебя не постоянно передразнивает ну вот вы видите ребята собирают лагерь как раз но я хотела вообще показать вам человека познакомить с человеком благодаря которому у нас вообще есть связь здравствуйте шерман и я шерман ваш илья шерман порою я называю его вишенка но это наш секрет и ну как сказать ходите с нами в походы тогда вы узнаете почему мы зовем его вишенка илья на самом деле вот пойдем я вам покажу вы знаете я вам покажу сейчас его машину переверну и ну реально очень хотелось бы рассказать всем 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 максимальная потом еще сделаю отдельно пост а тебе жаль что ты убрал флаги но я покажу сейчас где-то у тебя была дана я думаю что многие слышали о волонтерском движении дальше если покажу о волонтерском движении лиза али я думаю многие из вас слышали так вот илья щас я на него переведу основное внимание ты мне сейчас покажи свою табличку пойдем посмотрим это движение это опупительно когда девочки сейчас очень внимательно слушаем теперь смотрите это джип-алерт и расскажи тогда давай я переверну чтобы ты да и 25 тысяч джиперов мужиков взрослых на подготовленных внедорожниках внимание взрослых мужчин на подготовленных внедорожниках готовы по всей россии по всей россии готовы прийти на помощь поменять колесо если у вас прогололось дернуть машину если вы застряли достаточно зайти к нам на сайт x-15.ru заполнить заявку через минуту вам уже придут номера телефонов водителей готовых вам приехать и помочь бесплатно совершенно любой точке страны это там сзади на фоне вы видите это полковник буран на самом деле полковник и на самом деле его фамилия буран вообще он здесь глава вот в этом районе где мы находимся он очень намного помогает это я так немножко мы отвлеклись с тобой вот так вот девочки и мальчики когда я узнала что вместе с нами да вот в нашей экспедиции с виталием владимировичем находится такие ну такой замечательный представитель такого направления джип-алерт это ну я считаю это круто потому что насколько я поняла вот эти вот услуги они были очень дорогие ну допустим вы выезжаете на природу вас проколола колесо очень далеко идти за трактором до ближайшем населенного пункта мало и если есть связь главное что была связь да но обычно как происходило вы начинаете искать в интернете номер телефона находите и вам говорят 30000 30000 чтобы ехать дернуть машину где-то из болота трактористы теперь молодые парни не курят не пьют за бутылку тоже не дергают меньше чем за 15000 трактор не заводит а наши ребята по всей россии во всех деревнях городах где бы вы ни были они знают что им ехать километр два до вас и они потратят на бензин там рублей 100 смешные какие-то деньги им приятно будет познакомиться и с вами и тем более если это соседи да познакомиться с соседями а если это девчонки поехали на природу ну в общем суть такая ребята на самом деле путешествует не бойтесь в одиночку теперь да есть так такие ребята 25000 ты сейчас говоришь участник уже 27 ежедневно регистрируется от 100 до 200 новых ребят федеральные сми о нас еще не рассказывают то ли боятся такой армии внедорожников джиперов то ли еще что на самом деле это армия но в хорошем смысле этого слова да но вот мы надеемся что она все-таки расскажет как-нибудь вот и все уже буду знать потому что ребята джиперы говорят нас уже много заявок нет где застрявшие а нас просто пока еще не знают просто на самом деле не знают я сделаю максимальный пост об этом сейчас еще отдельно сниму видео и будем говорить о таком движении потому что на самом деле это круто меня очень часто спрашивают как я не боюсь путешествовать но одна я очень часто в авто путешествиях там перемещаюсь ну конечно по дорогам но одна и очень часто меня спрашивают почему я не боюсь но это отдельная тема но сейчас когда теперь я знаю что есть такие ребята вообще можно путешествовать куда угодно по россии матушки и вот ты говорил очень классную фразу ты сказал да вот мы сейчас ну кто увлекается и слушать виталия владимировича сундакова вы понимаете что корни наши очень сильно подрублены мы ищем идею идеологию и вот ты говорил о взаимопомощи да что это в крови у нас да но это очень такая длинная тема это сейчас государство даже на уровне государства ищут национальную идею национальной никак найти ее не могут совершенно хотя вот эта взаимопомощь она была уже много сотен лет как национальная идея она не очень популярна для кого-то она стыдлива для кого-то кто-то стесняется делать добрые дела кто-то говорит нам фи и фу но мы продолжаем делать свое дело да потому что слово непопулярное это не мартини с вишенкой но тем не менее мартини с вишенкой но может быть и поэтому это такая нация скрытая национальная идея у нас все не как у других поэтому может быть даже хорошо что наши национальные идеи такая скрытая никто они больше кроме нас не знает на самом деле да я вот сколько хожу и сегодня у нас было вот сейчас до 67 дней до мы находились экспедиции наблюдаешь как между прочим шерман остается здесь еще будет вести прямые эфиры с храма показывать хочешь здесь провести небольшую реконструкцию друзья я еще раз покажу сейчас логотип компании логотип ребят на самом деле это мощно 27 тысяч джиперов которые готовы прийти на помощь и главное чтобы конечно была связь вы сбрасываете точку пишите помогите и рядом находящиеся ребята приезжают и просто вам помогают просто потому что мы славяне ну вот это вот взаимопомощь да неважно вообще кто да просто вы человек и рядом тоже человеки правильно буран давайте полковнику буран полковник буран мы прямом эфире в гвардии полковник буран очень приятно столкнуться с главным а главное в путешествиях что чтобы быть уверенным что кто-то придет на помощь будьте уверены что эти ребята придут на помощь с превеликой любовь и все остальное и помогут вам или вот так или вот так вот так главное успехов всем успехом спасибо буран да еще один момент если вдруг у вас не будет интернета не сможете зайти на сайт заявку заполнить у нас сожалению диспетчеров сейчас нету кто звонки принимает вы можете попросить просто друзей знакомых позвоните попросить их заполнить заявку и помочь найти вам помощь это часто помогает когда нету интернета это пожатие семи рук да еще взаимодружеская взаимодружеская вот девочки мальчики запоминаем джип-алерт бесплатно но я не очень люблю это слово да по-братски взаимопомощь внедорожная эвакуация ну все что все что вот с вами случается 27000 добровольцев вы тоже можете принять участие если у вас мощная машина и вы имеете куда даже если не умеете никогда не поздно начать и просто присоединяйтесь к движению по моему это круто но где еще как не в россии можно увидеть вот такие движения волонтерские когда люди собираются и помогают друг другу просто так потому что мы человеке на самом деле вот но вообще шерман сейчас передвигается живет в таком вагончике это его машинка он кстати очень много раз нас выручал и благодаря ему вот видите вот такая такая штуковина которая благодаря ему вот этой вот как называется вообще антенна она просто антенна крутая антенна между прочим я даже не скажу на какую сумму здесь у него оборудование это вообще крутой парень молодец но зову я его вишенка а вам не скажу почему присоединяйтесь к экспедициям вот поэтому благодаря ему сейчас есть возможность прямого эфира возможность показать вам то что мы делали я уже показывала выходила да ну надеюсь что начало которое положено в этой области оно даст свои плоды мы не первый то есть не последний но здесь не первый да и не последний раз будем потому что очень много планов ну а так в принципе вот сзади вы видите меня позади позади прошу прощения позади вот уже лагерь собирается я вот если найду сейчас виталия владимировича с удовольствием вам покажу но он куда-то исчез как обычно он разговаривает виталия владимировича занят ну что ж друзья главное я вам показала то что хотела потому что шерман очень сильно стеснялся и все время говорил не надо не надо не надо меня показывать покажи какого-нибудь волонтера я считаю нет нужно таких людей выводить выводить в люди в эфиры то есть он основоположник он это его идея и благодаря ему да сейчас очень многие многие и хоть в городе он рассказывал что очень многие девочки на МКАДе просто вот что-то происходит с машиной боятся даже выйти кто в москве был на МКАДе вы понимаете о чем я говорю порой просто страшно выходить даже аварийный знак безопасности выставить вот поэтому приезжать везде ну где есть возможность да где есть сейчас зарегистрированные джипперы поэтому присоединяйтесь тоже к движению и используйте используйте все отключаюсь пошла помогать сбору лагеря а сейчас вам еще илюх покажу да я покажу он тоже все время стесняется самый молодой участник нашей экспедиции но самый крутой подписывайтесь на мой инстаграм ставьте лайки и репостите к себе в историю всем пока помощник просто ну и тут мы балуемся доедаем то что у нас еще мы не доедаем ничего не доедаем что вы тут плямкаете осталось совсем чуть-чуть вот так да пока все работают а это мой брат это мой родной брат Андрей Макогонов я тоже делаю вид что я работаю он тоже делает вид что работает а вообще Андрей живет в Якутии кто в курсе я из Якутии 17 лет там прожила а потом оттуда уехала потому что там очень холодно у нас руки длинные с Якутии так просто никто не уходил да и вот брат мы очень давно не виделись о держи брат очень давно не виделись вот и в общем там шишки просто на пару часов буквально приехал помочь сказал что сестра если я не приеду сейчас когда мы еще увидимся меня невозможно просто застать с моими передвижениями да? я застал? я знаю вот кто хочет когда меня порой спрашивают Лена как с тобой встретиться кто хочет берет и приезжает вот так со мной встречаются на самом месте лежит вот такой у меня замечательный брат все отключайся подержи а то я не могу это отключить у нас замечательная погода всем солнечных дней солнечного настроения и хороших сердечных друзей между прочим в них сила да и вот Илюха опять ест у меня тоже тоже и ну что я сейчас